Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра LEGO 2K Drive на Xbox Series X. Весера 10,5 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра доступна по подписке Xbox Game Pass и установлена она у меня на внутренний SSD диск, так как игра оптимизирована под Xbox Series S и Series X. И на внешний SSD диск, и на внешнюю какую-то память ты её не поставишь. Игра работает на Series X при одном режиме графики. Это 4K разрешение, динамическое 2160p и 60 кадров в секунду. Динамическое, 4K разрешение и 60 кадров в секунду. Когда, допустим, нужно, чтобы сохранилось 60 кадров в какой-то сцене, там разрешение будет чуть-чуть падать. Как бы здесь на этом всё. По поводу вообще настройщик. Сразу скажу, игра полностью на английском языке. Субтитры, озвучка и текст. Нет вообще русского языка никаким образом здесь ты его не поставишь. В настройки геймплей. Всё, что ты можешь здесь посмотреть, можешь сам себе поставить. Ну и автоматически здесь ничего не менял. Контроль управления. Что здесь, за что отвечает. Видео. Моншенблюр я отключил. Ну и здесь мод. Это отключено. Это вам просто внешне как будет выглядеть там цветовая гамма. Аудио. Здесь вы тоже видите всё на своём экранах. Здесь я поднастроил под себя буквально немножко. Ну и опять же язык. Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, ещё испанский, португальский, польский, датский. Дания, Япония, Корея, традиционный какой-то язык, ещё какой-то и тхал. Мы ставим просто-напросто по дефолту. Ничего не трогаем. Ну и плей. Вообще, что это за игра? Игра просто-напросто лего. Только у вас такие есть острова. Здесь есть несколько. Я вам сейчас по карте сразу же покажу. Один остров. Есть ещё один остров. Есть ещё один. Также ещё один. Ну и ещё один. Их тут шесть островов, как я понял. И ты должен здесь проходить какие-то гоночки. Должен проходить задания разнообразные. И в этом всём лего-мире. Ну тут интересно ещё что? Что здесь ты управляешь транспортом. Если ты выезжаешь с какой-то дороги. Вот, допустим, с асфальта ты выезжаешь на какую-то грунтовую дорогу. Я вам сейчас покажу. Ты трансформируешься автоматически в квадроцикл. Если же ты с какой-то грунтовой и с обычной дороги вообще выезжаешь, падаешь куда-то в воду. То у тебя трансформируется в лодку. И на этом всём завязано всё абсолютно. И гонки, и просто путешествия по этим островам, по этому миру. Поэтому это выполнить довольно-таки неплохо. Кроме основного сюжета, есть также разнообразный там мультиплеер здесь также присутствует. За что-то получил бабки. Просто проезжал мимо и получил за что-то деньги. Да, а, тут, наверное, подъехать можно. А, вот, бабки можно собирать. Да. Проезжаешь просто и собираешь деньги. Давайте я вам выйду в меню и покажу вообще, что есть ещё, кроме того, вот этого самого мира. Что потом уже не отвлекаться на это. На всё есть просто какая-то кубок серии. Там кубки проходишь, тут рейс, сразу же гонка. На время, мини-игры, ну и арены игры. Там игры арен, как я правильно понял, что на английском языке. Давайте вернёмся к истории. И здесь мы просто-напросто катаемся по миру, выполняем задания, проходим гонки. Давайте, наверное, пройдём гонку. Я уже её проходил. Просто вам продемонстрировать, как это всё устроено. Гонки тут тоже своеобразные. Чем-то Mario Kart напоминает местами. Вот, допустим, эта гонка Mario Kart очень сильно мне напоминает. Очень красивая графика, на самом деле, в игре, по-моему, максимально красивая. Для лего-игры, отражения. Тут моменты, конечно, вот эти кат-сцены. Работают 20 кадров, но это как бы лего-стиль. Это такой лего-стиль. Свой юмор здесь также присутствует. Опять же, свойственны только лего-играм. Так что, думаю, кто играл в лего-игры, поймут меня. Да и вам эта игра понравится. Поехали. И ещё что интересно в этой игре, это то, что у тебя разрушаемость, твой транспорт разрушается по частичкам. Так, лего. Думаю, это тоже всем понятно. Как бы лего-игра по частичкам разрушается, лего-игра. Полоска нитро здесь также присутствует, ты можешь использовать нитро. Она заполняется по ходу действия именно твоего, допустим, дрифта. Начинаешь дрифтить, она больше заполняется. Поэтому, чем больше дрифтишь, тем больше у тебя будет нитро. Я думаю, это тоже ничего сложно в этом нет. Начинаешь дрифтить, и у тебя нитро больше появляется. Вот видите, со мной столкнулся противник, и сразу же у меня просто-напросто транспорт ломается. На кусочки разлетается тачка моя. На лего вот эти частицы, на конструктор. Там мы вот этого кинем паутину в него. Отлично. Вот, это именно гонка, похоже, прям вот как на лего. Лего-гонка это похоже на марио-карт. Прям очень сильно напоминает. Так, финальный круг. Вот, минус, наверное, то, что здесь нет, к сожалению, вообще никакого русского языка. Хотя, это во всех играх лего присутствует, что нет русского. Только лишь английский язык, или там немецкий, какой-то ты предпочитаешь, по большей части. Но, не знаю, это, наверное, не то чтобы минус, просто к этому нужно привыкнуть и понять, что не будет русского. Ты должен играть вот так вот. Где-то что-то понимая, где-то что-то. Но тут не столько он нужен. Потому что, все-таки, как-никак, это гонка. Ты тут не читаешь текст, где-то не нужен какой-то сюжет или еще что-то. Ты просто гоняешь на транспорте на своем. Заносит кеша сильно, ужасно сильно. Так, у меня какая-то ламба, не ламба. Этого я снес. Все, я первое место занял. И давайте напоследок выкинем. Да. За первое место ты получаешь деньги. Какие-то еще ништяки. Но мне непонятно пока для чего они нужны. Вот эти батарейки какие-то, еще что-то. Так. И загрузки довольно-таки здесь тоже быстрые. Я не замечал, что здесь что-то долго грузилось. Вот 57 долларов. Найти доллары, наверное, что-то потом ты можешь улучшать. Покупать какие-то запчасти, не запчасти. Вот уровень у меня повысился. До третьего уже. Скоро четвертый будет. Можно проехаться так же. Да, что-то там, какие-то задания. Поехали прокатимся. Вот, допустим, тот же самый. Вот, заносит прикольно, кстати. Проехаться и выполним какое-нибудь задание. У нас там есть задание дальше. Обозначено вот такими глобусами. Можно поехать на любой из них. Ну, наверное, сюда заедем. Какой-нибудь из заданий. А, подожди. Будто бы здесь проходил, хотя его не показывает. Наверное, я уже проходил это задание. Да, наверное, это задание вот оно. Справа, наверное, я его проходил. Давай попробуем еще раз. Давай. Так, тут нам говорят, что на А у нас нитро включается. Да, тут нужно найти пять частей чего-то. И вот она нам указана восхитительным знаком, где нужно это собрать. Думаю, это тоже ничего сложного в этом нет. Ну, как бы максимально простая игра. Хоть и это гонка, да, у нас как-никак. Но она максимально простая, потому что это лего. А лего это, по большей части, детское. Думаю, это тоже всем понятно. Едем дальше. Собираем просто какие-то детали для задания. Нравится, что здесь транспортируешься. Прямо в моменты падения или попадания на определенные места, допустим, на асфальт. Или же на грунт, или же в воду. Это выполнено интересно. Это единственный такой, знаете, какой-то геймплейный интересный момент в лего. Ну, еще то, что здесь у нас разваливается на части. На частички лего конструктора. Все, все пять частей собрал. У меня здесь выполнилось задание. Я что-то получил. Ну, так оно будет и дальше везде. Проходишь задание, я думаю, со временем открывается следующий остров. Этот мир, или как он там правильно называется, остров, скорее всего. И там также выполняешь задание, как и здесь. Так, давайте следующее задание выполним. Посмотрим, что там у нас. Так, вот тут у нас какое-то задание. Что-то нужно сделать. А, почему? Вот. Отлично. Нужно грибы сбивать? Да, нужно походу сбивать грибы. Ну-ка. 20 грибов нужно сбить? Можно дрифтом их сбивать. Ну, чтобы... Ой, как необычно. Еще и не попадаешь. Нужно просто вообще, по идее, проезжать мимо них. То есть подъезжаешь. Ну, тебе дается на все про все полторы минуты. 90 секунд. Прикольно. То есть такие, знаете, как бы не сильно сложные задания, но они интересные. Обучают чему-то. Где-то нитро показывают, где-то как дрифтовать. Там, учишься одному, учишься другому. То же самое до этого задания было на время. Там, чтобы успевать на время где-то определенные. Может, гонки какие-то будут на время или еще что-то. Подобные задания, конечно, будет много, но... Я думаю, здесь что-то будет разбавляться. По мере прохождения истории компании. Как она правильно называется? История. Так, это тоже сбили. Это сбили. И еще одну. Все? Все отлично. Очередное задание я выполнил. Это я выполнил. Так, у нас еще есть гараж. Это, получается, наш гараж. Есть какой-то полицейский, как я понял. Это задание, это. То есть здесь куча заданий. Куча заданий. Это можно поставить, куда тебе ехать. Давайте мы съездим вот к нему. Что у нас здесь? Ага. Мне нужно развернуться, скорее всего. А, давай. А, мне почему-то... А, все, вот. Мне нужно что-то... А, мне нужно туда ехать просто. Я просто раскидала. А, я не успею, да? А, тут на время, тут на время. Просто нужно на время на антониме не попадать. А все. У меня без человечка осталось. А, можно, кстати, уже взорваться полностью. Да, все, полностью взорвался. А можно же заново начать? Я уже, в принципе, и не успеваю. На золото 17 секунд нужно. Тут нужно на золото 17 секунд. Рестарт-эвент. Давай, поехали заново. Тут просто нужно это все объезжать как-то по бокам, наверное. Ну, это очень сложно. Управление здесь на квадрике не совсем удобно. Его немножко заносит, поэтому... Хотя, может, я даже успею? 15, 16... Нет, не успел. Я уже не успел, в принципе. Я уже не успел. Рестарт, еще разочек. Вот это вот реально уже посложнее будет. Тут нужно как-то просто оптимальную траекторию езды узнать. Узнать, как доехать быстрее всего. Ну, вот главное на мины не попадать. Не попадаешь на мины, ты, в принципе, успеваешь. Но так как делаю это я, я не успеваю. У меня максимум было вот за 19 секунд доезжал. Это за серебро я сделал. Можно вообще просто, вот, по краю ехать. И ты ни к кому не урезаешься, ни одной мины не задеваешь. То есть это самое оптимальное. Поэтому тебе здесь квадрика дается? Ну, почти же. Ну, почти. Вот буквально чуть-чуть. 17, 39. Я буквально немножечко не успел. Ну, интересно. Это прикольно. Какие-то ивенты, что-то ты тут делаешь. Катаешься, ну, катера. Графика очень приятная, на самом деле. Прям очень приятная. 4К разрешение, хоть оно и динамическое. 60 кадров в секунду работает игра. И выглядит она очень потрясно. Ну, как бы для Лего игры это очень хорошо выглядит. Да все в последнее время Лего игры, которые выходят, они прям выглядят очень хорошо. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра. Лего 2К драйв на Xbox Series X. При разрешении 2160p. То есть 4К разрешение и 60 кадров в секунду. Хоть здесь и 4К динамически. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк. Ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре. Xbox Series X. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте. Присоединиться к дискорсеру. Подписаться на мой инстаграм. И вступить в мою группу в инстаграм. Все ссылочки я оставлю в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok